О приоритетах, рисках и новых возможностях социально-экономического развития Самары до 2025 года рассказывает ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Город богатый ресурсами и первоклассными специалистами в области науки, экономики и IT-сферы, должен развиваться и идти много со временем. По данным социсследований, жители Самары высоко оценивают созданные возможности и условия для культурного и спортивного досуга. Впрочем, по мнению горожан и экспертов, столица региона также должна расти и в плане экономики, цифровизации, инновационных проектов. В стратегии заложено видение, то есть, какими мы будем на горизонте 2025 год, заложена также миссия и несколько целей, так называемых стратегических целей. Это четыре стратегические цели. Это наше экономическое развитие, социальное развитие, развитие самоуправления и также развитие городской среды, то есть развитие дорог, экологии и так далее. Городской округ Самары занимает ведущее место в потребительском рынке региона. Доля города в розничном товарообороте в первом полугодии этого года составила 44%. Самостоятельной отраслью экономики стал и туризм. В 2021 году в Самару прибыло более 700 тысяч туристов из-за рубежа регионов России. Наш город обладает большим потенциалом для развития курортного, спортивного, религиозного и гастрономического туризма. Исторический центр Самары в 2019 году получил статус исторического поселения регионального значения. Стратегия развития города до 2025 года, сохранение целостности исторического поселения, решение вопросов о праве собственности на землю, обновление инженерных сетей, расширение сети пешеходных маршрутов. Хочу сказать, что Самарский университет активно участвовала в научно-исследовательской, аналитической работе, подготовке обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях. Вместе мы проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации и обстановки новых вызовов. Но при любых условиях стремиться к развитию города, к благополучию граждан – это наша с вами непосредственная обязанность. Стратегия развития городского округа Самара обеспечила достойное место городского округа Самара среди сопоставимых городов и России, и мира. Во втором скорректированном варианте стратегии развития города – развитие внутригородских районов. В столице региона их 9. Вопросы, связанные с качеством жилищных условий, уровню благоустройства, доступностью социальной и транспортной инфраструктуры. Именно в масштабе одного района предлагается оценивать мероприятия по улучшению качества городской среды. Также стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями. Новые цели и задачи связаны прежде всего с участием города в реализации национальных проектов. С 2019 года городской округ участвует в реализации 10 национальных проектов. По каждому из них администрации городского округа Самара проводится масштабная работа. Также в документе о стратегии развития города до 2025 года представлены задачи по развитию проекта «Комфортная городская среда» и «Экологическому благополучию региона». Но самое главное, как отметил председатель общественной палаты городского округа Самара Габибала Хасаев, все идеи необходимо привести к общему знаменателю и постараться не потерять ничего из того, что было предложено. Стратегию комплексного развития города до 2025 года приняли в Самаре в 2013 году. В процессе разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители Самары. Благодаря возможности горожан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые вопросы, утвержденная стратегия оказалась успешной. Документ, над которым работали 3500 самарцев, вошел в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Разработчики называют ее «Стратегией общественного согласия». Проект прошел широкое общественное обсуждение с привлечением ведущих социологов и применением новой технологии социологического эхолота. Скорриксированный вариант стратегии развития города до 2025 года после сегодняшнего обсуждения отправят на утверждение в Стратегический городской совет, после чего в конце этого года примут городской думой. Ольга Павлова, Константин Головин, События.